Врач-психиатр Алексей Фролов Спасибо, что нашли время для нас. Почему мы вас пригласили? Потому что стало известно, что вы сейчас в Армении, и вы занимаетесь такими проблемами, о которых в Армении, можно сказать, многие слышали, но говорится об этом, особенно в медиа, не очень часто. И хотелось бы, конечно, еще раз затронуть эти темы. Может, кому-то будет интересно. Наверное, начнем с СДВГ, с синдрома дефицита внимания и гиперактивности, так называемой. Насколько мне и, наверное, широкой публике известно, этот синдром, он, скажем так, больше считается недугом молодых мальчиков. Мальчиков. И все. То есть, ребенок вырастет из-за этого, мальчик какой-то активный, не может сконцентрировать внимание, но ничего, вырастет, станет мужчиной, армия все вылечит, скажем так. Вылечит ли все армия, и насколько вообще верно такое представление, что это все больше связано с мальчиками? Кто хочет? Слушайте, а могу я, наверное, начать, и если что, вот Павел подхватит. Ну, конечно, это такая распространенная точка зрения. Я бы еще, наверное, обратил внимание на то, что это вот особенность, как бы, ну вот наших стран, потому что мы, понятно, изначально из России, вот именно постсоветского пространства, то, что иногда так казенным языком называется. Потому что, ну, вот я бы отметил, что в большинстве западных стран ситуация обратная, то есть, это то, о чем очень много говорят и пишут. И этот шквал начался, наверное, не в последнюю очередь благодаря социальным медиа. То есть, сейчас вообще, ну, как бы, тренды делать какие-то видео или продюсировать, да, какие-то передачи связаны с СДВГ, они очень распространены. Ну, и, соответственно, сейчас одновременно с этим очень много говорят о тех категориях людей, среди которых как раз СДВГ не выявляется, а это, как правило, девочки, да, или женщины. Потому что, в целом, ну, наверное, это можно объяснить больше склонностью к импусивности у мальчиков и, наверное, больше склонностью следовать социальным требованиям среди девочек и женщин. Вот, соответственно, они меньше отличаются агрессией, меньше в школе, там, хамят учителям, меньше выбегают с уроков, меньше проказничают и, соответственно, просто получается, что это приводит к некоторой дискриминации, поскольку людей, ну, нет основания считать, что среди девочек их, как бы, сильно меньше, скорее всего, несколько меньше. Но мы этого не знаем, просто, вероятно, это объясняется тем, что расстройство просто не выявляется, и люди за помощью не обращаются, потому что они адаптированы к жизни. Но, тем не менее, получается, что это приводит, так или иначе, к какой-то своего рода дискриминации, поскольку, ну, как бы, ты девочка, у тебя всё нормально, ты вот живёшь нормальной жизнью. Ну, вот другой вопрос, что, кстати, вот вы тоже упомянули важный момент, связанный с тем, что армия всё исправит, а вот на практике часто бывает, что пытаются всё исправлять такие тюрьма, которая на самом деле ничего не исправляет, безусловно. Всё становится только хуже. Человек приобретает новые навыки, как правило, которые помогают ему развивать его криминальную карьеру, потому что, ну, вот, как бы, трудно сослаться, на самом деле, на какие-то цифры, но вот было какое-то совершенно точно большое исследование, которое показало, что среди людей, мужчин, которые находятся в местах заключения, людей с ДВГ, огромное количество, и, соответственно, если бы они получили помощь в своё время, то, возможно, их жизнь бы не пошла в эту сторону, то есть они могли бы адаптироваться просто иначе. А как это связано, то есть импульсивность приводит к тому, что человек совершает преступление, да? В этом смысле, да, и плюс, если мы берём просто, ну, какую-то условную жизнь человека, да, допустим, ну, так как бывают разные виды СДВГ, есть тип расстройства с преимущественно с нарушением концентрации внимания, а есть виды с более выраженной импульсивностью, да, то есть именно с гиперактивностью, когда человек не может сидеть на месте, он не может фокусироваться на уроках в школе, он постоянно бегает, что-то такое делает, изобретает, какие-то новые способы себя развлечь, потому что это же дисфункция дофаминовой системы, всё время хочется что-то новое, что-нибудь интересненькое, и, соответственно, как бы люди не могут учиться в школе, то есть их, по сути, как бы, ну, в каком-то смысле тоже немножко ограничивают, потому что отсутствие внимания к этой теме приводит к тому, что человек не получает просто образование, да, то есть что тоже, ну, наверное, в каком-то смысле можно обозначить как некоторую дискриминацию. Ну, другой вопрос, что, конечно, в этом смысле ещё есть проблема, потому что, ну, опять же, да, вот мы можем точно сказать, что в России, наверное, по статистике людей из СДВГ катастрофически мало, если сравнивать, например, с США, да, то есть их столько же, скорее всего, физически, такой же процент. Нет, просто диагнозов практически ни у кого нет, всё это объясняется тем, что просто нет, как бы, подхода какого-то исторически сложившегося, а, что немаловажно, нет ещё практически никаких лекарств, кроме одного единственного препарата, чья эффективность у взрослых, в общем, не сильно доказана. Ну, да. Коротко добавлю к словам Алексея Михайловича, что действительно, вот в недавнем относительно крупном эпидемиологическом исследовании западном с выборкой больше 15 тысяч человек, всё-таки показано, что, ну, это взрослые люди, что нету больших различий по распространённости среди женщин и мужчин, что, в принципе, это не имеет значения при правильной диагностике. Другое дело, что есть культурально обусловленные формы презентации симптомов, да, есть, как вот Алексей заметил, тот факт, что в каких-то аспектах девочка меньше вопросов предъявляет, да, а в каких-то больше. Поэтому вот сложилось такое какое-то в общественном пространстве мнение, что это проблема мальчиков, которые забияки грубияны не могут усидеть на одном месте, потому что ленивые двоечники их плохо воспитывают, и они как раз подвергаются дискриминации, хотя никаких корреляций между уровнем интеллекта и синдромом дефицита внимания особенно нету. То есть, как бы, вот среди людей с СДВГ примерно такое же распространение там уровней. И умных, и не умных. Совершенно верно, совершенно верно. Понятно, что неумный человек с СДВГ скорее попадет в тюрьму там, да, по понятным, вот по указанным выше причинам. И насчет вот формальных диагнозов, например, в России одним из ограничений, которое не позволяло выявлять широко СДВГ у взрослых, ну, кроме того, что это не было в фокусе внимания, традиционно так сложилось, что наша психиатрическая служба, она больше всегда была заточена под лечением тяжелых расстройств психики, шизофрении, психозов, зависимости в том числе. И какие-то, если угодно, крайние пограничные формы расстройств психики или каких-то особенностей, они просто в поле зрения психиатров не попадали. Ну, и в том числе, потому что в обществе в самом было много предубеждений на этот счет. И если ты идешь к психиатру, значит, что-то серьезное неладное у тебя, как говорят клиенты мне, фляга свистит, там, шифер потек и все остальное, как бы жизнь кончена, начинается новое, не очень хорошее. Поэтому лишь вот в последние несколько лет, когда, например, проблематика СДВГ, она сейчас на переднем плане, как вот Алексей сказал, из каждого медиа, каждый день мы это видим. Много очень, действительно, трендов в Ютубе, в ТикТоке, в Инстаграме. Постоянно мне предлагают скачивать каждый день какие-то полезные платные приложения, для того, чтобы я контролировал свой СДВГ. Я пока не пробую, у меня столько денег, но, может быть, надо попробовать. Они, кстати, еще в основном эти приложения предлагают одно из двух направлений. Там, тренинг навыков, саморегуляция в виде тайм-менеджмента, то, что у человека с СДВГ обычно вызывает огромное раздражение и никогда не работает. И второе, более интересное направление – это практики осознанности, которые, кстати, вот иногда очень неплохо заходят. Так вот, в России действующая классификация МКБ-10, в которой формально синдром дефицита внимания у взрослого отсутствует. То есть, там он есть в категории расстройств, начинающихся в детском и подростковом возрасте, в разделе гиперкинеза. По сути, там СДВГ – это гиперкинетическое расстройство на стыке с неврологией. И если смотреть, например, статистику, которую публикует Минздрав по годам, мы видим, что там, ну, предположим, там во всем мире, допустим, 1,2-5% в зависимости от того, как считать и в какой популяции, с какими критериями, то в России 0,001. И примерно такая же… Значит, армия всех лечит. Видимо, видимо. А в США почему-то до 11%. А там почему-то до 11%, но отчасти это могут быть… Это специфика США, потому что там 400 тысяч психиатров на квадратный метр. Ну, если… Ну, кстати, это тоже очень интересный вопрос, потому что с этим тоже может быть перебор. А с этим и есть перебор. Да, потому что, например, есть достаточное количество тех же самых статей и документальных, скажем там, фильмов и репортажей о том, что любой мальчик, которому хочется прыгать и бегать, ему дают диагноз СДВК и дают ещё и лекарства к этому какие-то. А это просто может быть не СДВК, а просто ребёнок хочет бегать и прыгать. Слушайте, или это может быть то, что вот тоже, говоря немножко казённым языком, называлось немножко педагогической запущенностью. То есть у человека нет среды, да, у ребёнка, которая его поддерживала в том, чтобы он просто вот рос и нормально развивался, плюс нормально учился. То есть вот непривиты навыки какие-то элементарные. И действительно эта проблема есть, потому что я бы ещё вот тоже отметил, что во многих странах западных психиатрическая служба, и без того, как правило, очень маленькая, потому что, ну, как бы на психиатрии не экономят только ленивые, поскольку, ну, как бы это тоже большая проблема, да. То есть чаще всего пациенты психиатрии, они не слышатся просто ни политиками, ни кем-то ещё, потому что, ну, как бы, во-первых, вообще ко всему, что они говорят, на что они жалуются, относятся с некоторым скепсисом, да. То есть, ну, это же пациент психиатрический, зачем его слушать. Либо, ну, просто потому что, как бы, да, это не очень на самом деле, ну, какая-то деятельность, связанная с большим количеством, там, не знаю, операций, да, чего-то такого. То есть это практически не проводится. Ну, вот, и, соответственно, как бы это привело к тому, что сейчас есть шквал запросов, поскольку, действительно, все молодые люди сейчас в социальных сетях, не только молодые, да, кто угодно. И люди начинают себя подозревать расстройство, вот, ну, и при этом, соответственно, они за помощью обращаются, надо с этим что-то делать, то есть надо, как бы, человеку каким-то образом помочь. Вот, и это увеличивает просто нагрузку очень сильную, соответственно, приводит часто к тому, что те люди, которым действительно нужна помощь, они не могут получить из-за очень каких-то длинных очередей, из-за просто невозможности никому записаться. Это вот как раз тоже обратная сторона. И, действительно, есть еще аспект медикаментов, потому что, ну, я вот слышал такие точки зрения, они, на самом деле, мне кажется, не очень распространены, что вообще, в принципе, да, вот широкое назначение препаратов, ну, центральных стимуляторов, которые как раз являются наиболее эффективными лекарствами для терапии с ДВГ, оно может перерасти в что-то сравнимое с пандемией опиоидов в Соединенных Штатах, да, когда людям массово назначался оксикодон, такой препарат, вот в результате чего люди просто становились зависимы от лекарств очень мощных, без которых они просто не могут обходиться. Но внешние препараты, насколько я знаю, для лечения вот этого ЭДХД, СДВГ, они тоже имеют, скажем так, если долго их использовать, можно… Аддиктивный потенциал, он есть, способность вызывать так называемое патологическое влечение, нарастание толерантности, то есть дозировки. Но на самом деле это тоже одна из крайностей, как Алексей заметил, что в США, например, это такое общее место, это уже часть популярной культуры. Это расширительная трактовка СДВГ и повсеместное назначение стимуляторов, в том числе не психиатрами, а врачами общей практики. В некоторых местах медсестрами, потому что врачи штука дорогая, не в каждом городе они есть. Соответственно, там нерфс-практишенер или психиатрик нерфс. Имеет право на защиту лекарства. Соответственно, врачи других специальностей тоже это могут делать. И, например, вот такая шутливая история, которую можно услышать у каждого второго стендап-артистка американского, о том, что мой дядя продает прескрипшен Адеролл детям в школе. Или там, вот у меня есть заначка Адеролла, я вам сейчас всех буду угощать. Есть у тебя СДВГ или нет. То есть это очень распространенная история и, ну, по крайней мере, те документальные материалы, с которыми я ознакомился, в том числе один фильм на Нетфликсе недавно был про вот это повсеместное назначение стимуляторов. Ну, это прямое коммерческое давление конкретных групп фарминдустрии, которые, опять же, потому что, когда это становится своего рода стандартом, под это выделяются государственные деньги, они, как правило, огромные, очень хочут из себя кусочек, и поэтому берет массивное лоббирование. Соответственно, другой крайностью является отказки. По этой проблеме нету. До свидания. Когда товарищ Сталин курил, Мездрав не вякал из этой семьи. Когда мы были маленькие, ни у кого не было остальных. То есть, вот, пожалуйста, как говорят там родители, вот смотри, у нас была тяжелая жизнь, мы просто много работали, смотри, какие нормальные мы получились. Хочется им ответить, с чего вы взяли, что вы нормальные вообще-то. Ну вот, и между этих двух крайностей надо путем какого-то общественного консенсуса, причем с привлечением обязательно общественных организаций, групп самопомощи пациентов, их родственников и, очевидно, профессионального комьюнити, вырабатывать какие-то национальные стратегии в отношении, в том числе, СДВГ. Потому что от того, что, ну, например, делать вид, что эта проблема не существует, она не исчезает. Ну да, девчонки не исчезнут, конечно. Даже те осторожные какие-то фармакоэкономические или другие исследования, которые есть, они показывают, что, ну, собственно, ну, простите, ущерб народному хозяйству, он колоссальный. Это колоссальные деньги. Это, ну, годы человека лет, там, тысячелетия человека лет, там, каждый год, в каждой отдельно взятой стране. И при этом есть, в том числе, исследования в динамике, когда начинают переменяться какие-то осторожные, более-менее прагматичные программы в сфере психического здоровья, да, там, буклеты, самопомощь, психотерапия, групповая терапия, психостимуляторы в отдельных категориях людей, особенно, там, у проблемных детей, например. И мы видим, что ситуация меняется. То есть, это вообще-то... Во многом социальная тоже проблема. Это большая социальная проблема. И, как вот Алексей заметил, действительно, сейчас шквал обращений есть. Я вот хочу поговорить про нашу локальную с вами специфику в Армении. Дело в том, что психиатров здесь, если исключить ведомственных, их примерно 100 человек, на почти 3 миллиона человек, ну, плюс, там, соответственно, все приезжие московские хипстеры, да, ну, допустим, 3200-3500. Ну, то есть, психиатров катастрофически не хватает. Это ты про нас с тобой. Это про... Ну, вот как Алексей, например, приехал недавно, плюс 1% ко всему количеству специалистов, плюс еще один московский хипстер и плюс один психиатр к 100 имеющимся. И это тоже большая проблема, потому что, ну, хочется как-то получить квалифицированное мнение. И на самом деле, вот, все коллеги, которых я знаю в Армении, они в целом отлично работают с этим материалом. Они читают, они читают на других языках, у них есть опросники. Они в том числе знают, там, кто из них успел поработать, там, в других странах, там, про фармакотерапию. Но в Армении, например, нету формально ни одного лекарства, которое бы использовалось при СДВГ. Ну, то есть, ну, допустим... Ну, у нас формально СДВГ тоже нету. У нас есть невоспитанные дети. Это да, допустим. Но вообще, конечно, люди находят способ, как получать. Там, они могут поехать в Грузию на шаттле, купить там Грузию. Да. И у каждого есть родственник в Лос-Анджелесе. Из Лос-Анджелеса привозят тоже. Прекрасно, да. Ну, долго ждать. Выписывается она всю семью. Примерно так. Да, да, да. То есть, те, у кого есть какая-то система поддержки социальной, кто, там, допустим, паренька с СДВГ привел к доктору, там, удалось наладить взаимодействие, там, разобраться с лечением, ну, это один человек, а их на самом деле много. Если даже просто осторожно экстраполировать, там, эти цифры, ну, предположим, я не знаю, 3% от 3 миллионов, это куча народу вообще. Это большое количество людей, которые, многие из которых не очень понимают, в чем их проблема, и которые подвергаются той самой дискриминации. Я бы еще здесь отметил, наверное, да, что это, вот, ну, социальная проблема еще исходя из чего, да, то есть, вот, наверное, самое большое впечатление, которое оставила, как эта вот эта публикация на тему людей, которые как раз-таки сидят, ну, в каких-то местах заключения, да, что они же выпадают из экономики, то есть, они не приносят никакую пользу, да, общественную, то есть, они не участвуют именно в экономической деятельности, соответственно, это прямой ущерб вообще государству и экономике. И второй момент, что, ну, как бы, действительно, если мы даже берем какие-то трудности при обучении в школе, это ведь влияет и на самооценку человека, то есть, человек учится считать себя неполноценным по сравнению с большинством, что точно, на самом деле, очень плохо. И второй момент, это просто, вот, ну, огромное количество чисто бытовых трудностей, то есть, человек не может начать просто вот какую-то элементарную деятельность дома, например, пропылесосить всю квартиру, да, то есть, вот, он понимает, как это делается, понимает, что надо для этого сделать, а начать не может. Или начал, а потом в итоге ловит себя на том, что он, там, не знаю, читает на Википедии какую-то статью про историю Месопотамии. This is the story of my life, короче. Да-да-да. Я, кстати, хотела сказать, что в этом смысле мы все немножечко... Да, и вот здесь, может быть, важным нюансом будет, особенно услышать, я надеюсь, вашим слушателям, это психиатров, да, что не всегда корректно говорить именно о какой-то болезни или об этом, я не знаю, нетрудоспособности или дизабилити, так сказать. Потому что СДВГ – это как раз частный пример, вот сейчас относительно популярный в СМИ темы нейродаверсити или нейроособенностей. То есть, это не нормализация расстройств психики, это не отказ, там, от медицины, как многие противники этой концепции видят. Это скорее про инклюзивность, про, как вот есть, например, биоразнообразие, биодаверсити, да, и мы пытаемся его сохранить. Чем больше видов, там, птичек и мышек и лягушек живёт, тем, наверное, всем лучше и красивее живётся. И есть нейроразнообразие, потому что вот эта своего рода нейроособенность, форма реагирования, она вообще-то существует не в последние два года, когда это появилось в Инстаграме. Ну да, если эволюция эта сохранилась, значит, это кому-то нужно. Совершенно верно. Слушайте, а можно я немножко вклюнусь? Конечно, прям вот, чтобы не забыть, потому что откликусь, мне очень понравилось. Идея, которая была в какой-то передаче, вот я смотрел, да, и там, по сути, обсуждалось, что СДВГ, скорее всего, когда эволюционно, да, вот, ну, как бы сложилось, оно как-то оформилось, имело эволюционный смысл, потому что, ну, как бы люди жили какими-то небольшими такими сообществами, и, соответственно, среди количества людей, которые на какой-то территории жили, был какой-то процент людей, вот, склонных к такому импульсивному поведению, и, соответственно, они не слушали то, что им говорили старшие, то есть говорили, не ходи вот за ту гору, там опасно, не ешь вот эти ягоды, отравишься. А он пошёл и там что-то обновлено полезное. А он либо забыл, что ему такое сказали, либо за счёт импульсивности, а я схожу, мне интересно просто, вот я хочу узнать, что там, и, соответственно, когда наступали какие-то тяжёлые времена, например, какое-нибудь там более агрессивное племя приходило и всех прогоняло, да, или какая-нибудь засуха, неурожай, то как раз эти люди могли сказать, слушайте, а пошли все туда, там нормально, я там был, вот, все говорят, туда не надо ходить, а я там был, и там нормально, там ничего плохого нет, пошли все туда, и все туда шли, или, соответственно, эти ягоды не очень вкусные, но я пробовал, в принципе, есть можно, других никаких нет всё равно, и, соответственно, как бы эти люди, они в каком-то смысле помогали всему, всей популяции выживать. Ну, вот интересная точка зрения, мне кажется, что в этом что-то есть определённо. И подписываюсь под каждым словом, потому что ты, скажем, залез на священную гору, за которую там всем отрубают головы, там наелся священных персиков, например, сидишь, запрещённых, если думаешь, как, в принципе, ничего, так неплохо, хорошо, хорошо живёшь, да. И, может быть, просто, например, в условиях какого-то стандартизации общества, современного общества модернизма хочется, где есть там школы, я не знаю, там санузел, я не знаю, троллейбусы, налоги и так далее, довольно непросто без вот какой-то предиспозиции, без информирования там преподавателей, родителей, сверстников, такому человеку удержаться в общей системе. Я, может быть, приведу пример из личного опыта, когда я столкнулся с дискриминацией в первый раз такого рода, ну, может быть, не первый, но он запомнился. Мне было 9 лет, я был в детском оздоровительном лагере на Волоколамском шоссе. Лагерь. Звучит лагерь на Волоколамском шоссе. Да, да, звучит, да, да. Повило клымой. Несмотря на то, что это был какой-то дремучий год, 95-96, там хорошо, вкусно кормили, потому что лагерь был от Министерства атомной энергии. Там у всех были пионерские галстуки, всё было помыто, везде было 6-разовое питание, зарядка и так далее. Там, значит, были кружки. Это прям прекрасно, когда на дворе нищие 90-е, а ты приезжаешь, там у тебя компьютер есть, может что-то печатать. Там был кружок, где были импортные пазлы всякие, трёхмерные. Я в жизни таких не видел. Какие-то то ли финские, то ли голландские, то ли там польские. В общем, такие дома из кусочков бумаги цветных, это прям какие-то башенки, пристройки, можно было целый какой-то собор готический собрать. И, соответственно, очень руководители этого кружка очень были горды этими собранными зданиями. Там было написано имя человека, который собрал, когда. Ну, я туда пришёл, естественно, можно было в любой прийти, записаться. И я смотрю, первое, что я сделал, мне просто было очень интересно, а как эти штучки, они собираются, потому что снаружи-то не видно, а мне хочется посмотреть, что внутри. И, соответственно, пока тётка отвернулась, я разобрал половину этого готического собора, потом начал собирать какую-то башню там сверху наоборот. И меня за ухо просто со слезами выбросили из этого кружка и сказали, что мне больше никогда не приходил. А я без злого умысла. Ну, потому что, ну, интересно же, чёрт-то бери. Это, может быть, был такой лайтовый пример дискриминации. Ну, на самом деле, так и есть, да. То есть, это может травмировать человека. Раз уж такой пример привели из детства, наверное, я думаю, пришло время рассказать, да, нашим радиослушателям и зрителям, какие симптомы должны их насторожить. То есть, в каком случае надо, наверное, вместе с ребёнком обращаться ко специалисту? Что нужно? То есть, если ребёнок просто активный, ну, в какой момент эта активность должна настораживать родителя? И есть ли у вас девочка на что смотреть? Потому что мы уже сказали, что это может быть и вообще не проявляться в активности. А я, может быть, предложил бы Алексею рассказать как раз про презентирование симптомов у детей и подростков, а я потом коротко добавлю о том, как это немножко по-другому выглядит у взрослых. Слушайте, ну, я бы здесь, наверное, тоже, да, вот сказал, что, в принципе, наверное, в большинстве стран, где вот в целом этот вопрос как-то более проработан, наверное, в плане психиатрии, считается, что СДВГ – это преимущественно детская проблема, потому что, ну, я вот тоже с некоторыми коллегами общался, у них есть такое иногда, ну, между коллегами обсуждаемое понятие, называется «фабрика СДВГ», потому что если ты работаешь именно в детской и подростковой психиатрии, то ты преимущественно занимаешься этим, ну, или еще, да, вот немножко аутизмом и нарушением психического развития. Вот, ну, конечно, основной шквал обращений связан в первую очередь с подозрением на СДВГ, потому что это, безусловно, как бы предъявляет определенные требования еще к образовательной системе, потому что нужны школьные психологи, нужно, чтобы учителя знали о том, что такая проблема есть, если в школе есть медсестры, ну, какие-то, да, вот медработники, желательно, чтобы они тоже были в курсе, то есть знали, что такое бывает, как вообще это все может себя представлять. На самом деле, по части тоже, вот, ну, наверное, какого-то ограничения, потому что иногда возникают какие-то моменты, когда все начинают вдруг у себя подозревать какое-то расстройство, мы так и проходили с деполярным расстройством. Да, 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 ну, тем не менее, все равно, наверное, какое вот отличие некоего расстройства от нормы, это так или иначе дезадаптация, да, то есть когда человек испытывает существенные проблемы с концентрацией внимания, с рабочей памятью, наверное, в детском возрасте, ну, если мы берем, да, вот о каких-то типах этого расстройства, при котором есть все-таки склонность, гиперактивность, импульсивность, это действительно вот трудности сидеть на месте, когда вот учителя говорят, что ученик считает ворон, то есть он отвлекся, забыл вообще, где находится, о чем шла речь, как мне тоже один пациент приводил примеры своей жизни, что вот я мог в школе отпроситься в туалет, а потом уже как бы понял, что я дома сижу и играю там в приставку, как бы, да, я просто забыл, что надо прийти назад. А у меня был одноклассник, который он просто уже в старших классах просил учителя, и он во время урока должен был два-три раза просто встать и пройтись в классе. Учительница, правда, позволяла ему, а он после этого нормально сидит. Ну и это очень часто даже чувствуется, когда вот человек обращается, что вот он сидит и он весь вот на взводе постоянно, то есть ты чувствуешь, что вот внутри очень много энергии, она тебя распирает, ты не знаешь, что с этим делать. Другой вопрос, что, ну если мы берем, наверное, может быть, чуть более старший школьный возраст, это часто еще на самом деле, ну так как вообще достаточно широкая коморбидность с ДВГ, с другими расстройствами психики, вот очень высока еще представленность тревоги на самом деле, потому что у человека любое задание, связанное с интеллектуальной нагрузкой, вызывает очень интенсивную тревогу, потому что, значит, ему это прям очень-очень тяжело. То есть если это какой-нибудь длинный тест, где нужно выбирать вопросики, ну это просто страдание, потому что, ну вот как бы все время приходится собирать мысли в кучу, пытаться себя возвращать вот этот контекст, потому что постоянно роятся какие-то мысли. Есть еще среди детских психиатров такая точка зрения, что еще вот нарушение сна очень характерное, потому что, ну, ребенок, допустим, спать ложится, а у него все время какие-то мысли, они не то чтобы плохие, то есть это не страхи какие-то конкретные, они просто мысли о чем угодно, вот обо всем на свете. И он из-за этого заснуть не может, потому что энергии слишком много. Ну вот и, соответственно, как бы, ну вот такого рода симптом. Ну это, если мы берем именно детский возраст, очень характерная штука, это вот дети, которые, не важно, причем девочки, мальчики, девочки таких тоже очень много, которые залазят на деревья, ломают руки, ноги постоянно, да, то есть поведение связанное так или иначе с каким-то риском, потому что, ну, другим симптомом тоже достаточно характерным является трудности планирования, прогнозирования, и, соответственно, как бы, ну вот говорят, не надо вот так играть, ребенка все равно, он все равно играет так, и, соответственно, может как-то часто, чаще немножко травмироваться, тоже есть такой момент. Я еще слышала, что у девочек, может быть, я не знаю, там она где-то в облаках все время, да, 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 то есть это тоже может быть симптомом. Вот именно на что учителя часто обращают внимание, что человек как будто бы немножко не здесь, да, вот, то есть он отвлекся, забыл, задают какой-то вопрос, там она или он спрашивает, а что вообще, о чем шла речь, потому что он все это уже давно прослушал, потому что, ну, как раз функции не позволяют с этим справиться, и вообще есть такая точка зрения, я вот от коллеги слышал, когда им в университете в Швеции читали лекцию, там вот как бы это достаточно ново звучит, если человек, допустим, ну, как бы такой воспитанник советской психиатрии, да, что вот в отличие от аутизма, СДВГ это чистое снижение функции, то есть у СДВГ есть сейчас много всяких обучающих курсов, которые, ну, немножко там, что на мой взгляд очень хорошо повышают самооценку, да, то есть там сверхсилы СДВГ, вот, но с как бы клинической точки зрения все-таки это считается нарушением функции, то есть преимуществ жить с СДВГ особо нет, вот, ну, жизнь может быть иногда у некоторых людей очень интересной, насыщенной, иногда слишком интересной, насыщенной. Полные приключения, да. Полные приключения, да, вот, но тем не менее, в принципе, как бы это затрудняет адаптацию вообще. Ну, из того, что вы говорите, я так понимаю, что вот почти все симптомы, которые вы сейчас перечислили, они, можно сказать, у всех у нас наблюдаются. Тут дело в интенсивности. Да, и дело в, по сути, влиянии на, как бы, жизнь, активность, какую-то деятельность. Например, ну, если это детский возраст, там, подростковый возраст, это учеба в первую очередь, потому что это основная деятельность детей-подростков. Соответственно, во взрослом возрасте это и частная какая-то бытовая жизнь, то есть способность просто независимо функционировать, ну, и, конечно, работа, да, то есть определенные виды деятельности, требующие интеллектуальной нагрузки, концентрации, собственно, это вот, возвращаясь к началу разговора, ну, то есть человек не может нормально учиться, он не может ни на какой нормальной работе структурированно работать, долгое время поддерживая фокус внимания, соответственно, ну, что ему остается там, жить на что-то надо, как-то еду покупать надо, ну, соответственно, он находит какие-то виды деятельности, которые... Не очень, у взрослых. Многие, кстати, взрослые люди, они, ну, более-менее адаптируются, потому что, во-первых, у большинства людей все-таки симптомы, они сглаживаются, потому что по мере созревания мозга, в первую очередь, лобной коры и ее регуляторных функций, которая, ну, вот, считается, у мальчиков до 20... Двадцать пять лет. Двадцати семи. До двадцати семи даже. Девочек до 25, девочки быстрее взрослеют. Конечно. И по мере взросления лобной коры, когда все нейроны, которые должны были встать на место, они, наконец-то, доползли и встали, симптомы сглаживают. Поэтому даже у человека, который, например, всю дорогу, всю жизнь испытывает проявление СДВГ, это будет по-разному выглядеть в 6 лет, в 12 лет, в 20 лет, в 25 или в 30. И со временем люди адаптируются более-менее, и методом проб и ошибок находят для себя какие-то формы деятельности, в которых они продуктивны. Например, тебе не очень подходит ходить в научное учреждение к 9.30 утра и сидеть до 17-15, 5 дней в неделю всю жизнь. То есть ты с трудом сможешь вывести этот график, он тебя будет деморализовать, и ты не сможешь внутри него хорошо быть адаптированным. Но при этом, если у тебя будут какие-то краткосрочные, высокоинтенсивные проекты, например, в творческой сфере, в какой-нибудь производстве, ты можешь, допустим, 2 недели каждые 2 месяца, не знаю, собирать какое-нибудь оборудование, таскать его по этажам, куда-нибудь путешествовать. И все более-менее неплохо получается. Именно потому, что такого рода короткие, своего рода спринты, они не требуют долгосрочного планирования. Например, сказать человеку с СДВГ, вот тебе надо писать диссертацию, кстати, в психиатрии обычно это долго, так почему-то сложилось, что не три года. Долго тяжело и очень учительно. Мы не пробовали, но потом. Ну, как сказать. Ну, пробовали, но потом. Мы пробовали, и в какой-то момент, видимо, когда созрела лобная кора, решили, что хватит пробовать, надо заниматься чем-то другим. Потому что человеку с СДВГ, если сказать, вот давай запланируем на 5 лет вперед, ну, это будет как белый лист. Если это сложно представить. Но важно, что, вот опять же, там, родственники, коллеги, начальник на работе, преподаватель, они во всем этих проявлениях видят злой умысел, лень, какие-то ненадлежащие человеческие качества, какую-то там запущенность, давай там соберись и запланируем на 5 лет вперед. Я, конечно, могу, но... Такие немножко отголоски. Соберись, это такой универсальный совет при всех психологических недугах. Что бы с тобой ни случилось, соберись. Да-да-да. Так-то человек, конечно, если бы он мог, он бы не стал бы собираться, безусловно. Но это ещё немножко, мне кажется, идёт от какой-то такой общей травмированности, потому что чем больше всяких социальных потрясений, каких-то социальных катастроф, тем больше люди, ну, как бы, вот, склонны немножко, да, к такого рода суждениям, да, вот, обвинять человека в том, что является его проблемой на самом деле. Я, кстати, ещё здесь такой момент отметил, да, вот, как я тоже сказал, ну, многие коллеги из других стран жалуют, что очень много обращений по поводу именно диагностики с ДВГ, и, соответственно, это накладывает определённое ограничение, то есть, ты вынужден кого-то приоритизировать, соответственно, приоритизируются те, у которых, те люди, у которых жизнь не очень складывается. Вот даже вопрос, что это в том числе приводит к тому, что многие люди, у которых расстройство есть, оно очень сильно выражено, но при этом которые состоялись, да, то есть, они, допустим, работают крупными руководителями, я таких людей видел очень много, вот, и, соответственно, они... Не благодаря, а вопреки. Да, они вопреки, то есть, они страдают всю жизнь, и вот иногда, вот я могу даже пример какой-то из практики привести, да, вот человек говорит, слушайте, я тогда, вот вы говорите, вот такого-то числа нужно записаться, я тогда попрошу своего секретаря, она ещё одному секретарю, который её заместитель скажет, и она тогда запишет, только вы не подумайте, что я вот, как бы, да, такой человек, что не могу сам записаться, я просто забуду его. То есть, вместо того, что называется исполнительные функции, да, или руководящие функции, executive functions, человека, а четыре секретаря... Ну да, это приводит просто к тому, что человек... Да, то, что он сам делать не может, потому что забывает, не успевает, ну то есть, опять же, да, это вот люди, которые часто там никуда вовремя не могут прийти, потому что есть такое оптимистическое представление излишнее о времени, да, то есть, сейчас, да это же полно ещё времени, я всё успею, а потом смотрят, а надо было два часа назад куда-то прийти. Ну да, да. Такая штука. Вот к вопросу, простите, на секундочку вернусь по поводу проявлений у взрослых. Дело в том, что у взрослых, да, симптоматика меняется, и, ну, простыми словами, гиперактивность, она со временем проходит. То есть, взрослый человек с СДВГ, он уже не выглядит так, как он... Он уже с СДВГ. Он скорее, да, ADD, то есть, у него более удельный вес симптомов именно дефицита внимания, он становится заметнее. И ещё часто у взрослых... То есть, гиперактивность, она как бы сходит на нет, вместо этого дефицит внимания... Ну, не факт, что он усилит. Часто не сходит, то есть, всё зависит от человека человека. То есть, я видел много людей, реально взрослых, которые просто человек не может сидеть на месте. Ну да. Но при этом часто он проходит какой-то непростой путь, потому что человек не смог нигде выучиться, имел какие-нибудь, допустим, проблемы с зависимостью, потому что, ну, как бы нужно себя вот как-то успокоить чем-то вот этот накал энергии. И, соответственно, он, обратившись за помощью по какой-то другой причине, в конечном итоге, вот обойдя все вот эти круги, пришёл к тому, что ему нужно вот эту основную проблему лечить, и тогда он сможет, наверное, там закончить какое-то образование, получить какую-то нормальную квалифицированную работу. Вот. И есть ещё такая штука, ну, потому что вообще здесь достаточно много расстройств, которые трудно немножко отличить между собой. Люди часто ещё во возрастном возрасте отмечают такой неравномерный уровень энергии. То её вдруг слишком много, то её нет совсем. То ты вот очень много активно что-то делаешь, а потом раз, и ты вообще ничего не можешь делать в течение, ну, там, дня, нескольких дней. Тоже очень запросто такое может быть, и иногда путается с... Например, очень... Да, вы что-то говорили, я вас перебила. Нет, всё в порядке. Сейчас вот как раз продолжим мысль Алексея про так называемую коморбидность, сосуществование разных форм расстройств в психике одного и того же человека. Дело в том, что при СДВГ часто бывают и другие проблемы. Например, тревога. И тревога очень тесно смыкается, например, с дефицитом внимания. А это может привести к ОКР, скажем? Вряд ли это может спровоцировать ОКР, потому что ОКР, он либо есть, либо нет. Как бы он тебе достался. Обсестивно-компульсивно-рассу. Ну, конечно. Это может сосуществовать. Это может сосуществовать. Совершенно спокойно. Но относительно часто сосуществует, например, СДВГ и аффективное расстройство, то есть расстройство настроения, например, биполярное аффективное расстройство, особенно его мягкие формы, так называемые. Например, биполярное расстройство второго типа или третьего типа циклотемии. И в том числе тревожное расстройство. Потому что тревога, как именно феномен нашей внутренней жизни, он человеку с СДВГ знаком давно и плотно с детства. Но именно у взрослого они как-то очень тесно слепаются. Потому что чем у тебя больше тревоги, тем хуже внимание. Чем у тебя хуже внимания, больше тревоги. Чем больше тревоги, тем хуже внимания. Да, и это иногда бывает некоторой проблемой, в том числе при диагностике. Потому что когда есть, скажем, какие-то многослойные трудности, надо сначала в них разобраться, прежде давать человеку какой-то верифицированный диагноз или назначать лечение. Еще, может быть, у взрослых, хотя, в принципе, с подростками тоже бывает, ну вот сейчас на слуху такое слово, прокрастинация. А вот человек с СДВГ, он может иногда принимать какие-то утрированные формы. И часто это бывает большой проблемой. Когда именно вот этот экзекутив дисфанкшн, упомянутый Алексеем, он не позволяет тебе распланировать и в соответствии с планом действовать, особенно если задача размазана на какое-то длительное время. Если мы берем этого же человека с СДВГ, склонного к прокрастинации, приставляем к нему, например, ассистенту, предположим, который делит ему день на отрезки, попиновает, приносит кофеечек с шоколадкой, то почему-то это напоминает просто, я не знаю, звонит. Этот же самый гражданин, который еще там полгода назад вообще толком не мог написать, например, статью или, может быть, я не знаю, какой-нибудь отчет или презентацию, он все сделал. У него на это ушло 19 минут. Быстрее, чем у нас с вами. Здесь это лишний раз подчеркивает важность какого-то здорового психосоциального подхода в решении этих проблем. Ну и я бы вот тоже, наверное, что больше сказал, потому что я последние полтора года работал в Швеции, и что-то у меня вызывало жгучую зависть. Конечно, многие говорят, что сейчас эта социальная система работает уже не так хорошо, как это было, скажем, 10-20 лет назад, потому что в экономике все во всем мире не очень хорошо. Но тем не менее, наличие какого-то диакциза, допустим, СДВГ или расстройство аутистического спектра, оно автоматически влечет за собой, потому что есть закон, который запрещает дискриминацию. Соответственно, ученики, у которых есть определенные трудности, они получают какую-то помощь, в том числе в плане организации учебного процесса. То есть, если тебя отвлекает большое количество внешних стимулов, условно говоря, звук, птички за окошком, отличный пример. В школе часто такое как раз бывает. Соответственно, ученику могут предоставить учебу в классе меньшего размера, там, меньше учеников, или какая-то чуть-чуть более особая среда, где нет каких-то дополнительных стимулов, да, иногда, ну, как вот у людей с дислексией, им иногда дают, это, например, да, вот, многие наши пациенты, которые экзамены по английскому языку. А у них лечки нужно? Например, да, ну, или, например, это... Им печать специальным шрифтом, open dyslexic, когда им просто проще прочитать. Или дают больше времени на экзамены, в том числе. Вот, это, кстати, даже в нашем с Алексеем опыте, когда мы вот 10 лет назад работали в одной международной клинике в Москве, мы нередко писали рекомендации для детей, подростков, которые учатся за границей. В Великобритании, в частности. Да, и, ну, что вот, обоснование, что происходит, как дела, просто дайте человеку на 50% больше времени на экзамене, потому что за, там, заявленный, там, не знаю, там, час, он вот какой-то местный вариант. Ну, да, его мозг осилит вот столько, не всё. А если дадите ему 2 часа, а ещё посадите его, например, в комнату с 3-мя людьми, где не будет их 45, я помню, я когда сдавал экзамен в школе, мы в актовом зале, нас было 60 человек, 60 пар. Сейчас 60 интересных объектов. Да, 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 девчонки красивые, птички поют, там, всякое такое. А, соответственно, ты пишешь рекомендации, люди с пониманием относятся, на основании этого документа выделяют им время, они сдают экзамен, и лучше про себя думают, и дальше нормально двигаются. То есть это, ну, на самом деле, несложно, потому что, понятно, если ты всем будешь давать плюс 2 часа, это как с Макдональдсом, который не может всех кормить завтраками, с утра до ночи, потому что... Потому что все хотят только их. Все хотят только завтрак, и они вкусные, например. Бесплатная реклама Макдональдс получилась. В Армении нет Макдональдса, так что без проблем. Соответственно, ну, надо просто выбирать категории ребят, и их процент примерно одинаковый во всем мире. Потому что мы все во всем мире, на самом деле, один биологический вид, мы более-менее генетически однородный, чтобы не говорили. Да и, в принципе, образ жизни у нас так более-менее сближается, конвергирует. Поэтому, если закладывать просто на это заранее, в учебном плане, в количестве часов преподавателей, в количестве там соцработников, психологов, это не так много денег, но это дает просто осязаемую пользу прямо здесь и сейчас этим ребятам. Ну, и в перспективе это лучше для всех, потому что эти люди, опять же, да, то есть они получают образование, и они станут нормальными, полноценными членами. Общества, которые будут и себя обеспечивать, и кому-то еще помогать. Это вот отлично. И то же самое, кстати, есть различные какие-то такие адаптивные аспекты, в том числе иногда даже в работе. То есть, например, ну вот, как бы, да, касаясь чуть-чуть поверхностной темы второй, это расстройство аутистического спектра. Я про это хотела и сказать, потому что мы уже проговорили, вы не поверите, 48 минут. Ничего себе. И так как очень жарко, я не хочу вас мучить, я хотела спросить, может, вы сможете в какой-нибудь другой день еще про аутизм говорить? Давайте. Потому что, по-моему, все впихивать в одну и ту же передачу. Может быть, будет сложно. Да, будет сложновато. Давайте просто на следующей неделе, если бы будет удобно. Давайте поговорим про расстройство аутистического спектра, и, может быть, просто про аутистический спектр. Да. В следующий раз поинтереснее. Там есть интересные пересечения стемы СДВГ. Да, там очень много интересных моментов и стемы СДВГ, и вопросов у меня тоже куча. Но, кстати, у меня вот как-то как, у меня вот шарахнула мысль о том, вы сказали, что вот, получается, лобные доли, они у мужчин в среднем формируются где-то к 27 годам, а мы мужчин забираем в армию в 18 лет. Это удивительно. Это интересно, да? Это интересно. Слушайте, а ты что-то даже не подсказываешь? Слишком молодой, чтобы принять решение, но он не молод, чтобы умереть или убивать. Конечно, в том числе. Конечно. Ну, в том числе, да. То есть, в 18 лет ты не считаешь человека, всерьез не относишься к нему, как к взрослому, ты не доверяешь ему принятие решений, участие в имущественных сделках, ты формально по закону можешь его там, пожалуйста, жени, сделай, что хочешь. Но по факту ты ребенок. Но при этом это ребенок, которому доверяют боевое оружие, я не знаю, охрану склада с тушенкой, управление артиллерийской системой. Это вообще очень интересная тема. Слушайте, мне даже один из пациентов, который, к сожалению, много в своей жизни участвовал в различных боевых действиях, рассказывал, что это вот самый такой, для более опытных чуть-чуть людей, постарше и хорошо подготовленных, был такой тяжелый контингент психологический. Это 18-летние ребята, например, Чеченской войны, потому что они ничего не боятся, они вот лезут, они не понимают опасности, ну и плюс у них подготовка хуже. Ну и к этому, может быть, это и есть. И соответственно, они вот... Потому что этот возраст, он такой... Ну то есть они говорят, куда ты бежишь, не надо, тебя убьют, сиди спокойно. Ну потому что действительно человек чуть-чуть есть такое. Да, интересно, где вас найти, если наши радиослушатели, радио и зрители захотят? Нас Алексеем Михайловичем можно найти в Центре психотерапии Mental Health Service Ереван, А также еще иногда на мероприятиях Армянского общества психического здоровья, ассоциации, НАМХА, American Mental Health Association, которые иногда проводят конференции, и хочется верить, мы в них тоже участвуем. Вы на русском языке проводите сеансы, и... Да, на русском тоже. Алексей Жумужин, на шведском. Да, на шведском. А я на русском. Зачем-то, да, вот просто зачем-то. В Армении можно найти, я вам скажу, это, наверное, благодаря диаспоре, особенно летом в Ереване можно найти Армян, говорят, что Антарабска подошла. Я на самолете летел и видел людей с паспортами всех возможных стран. Да, да, да. То есть вся Европа и любая Америка. И вся одной идентичности, да. Да. Хорошо, спасибо вам огромное. Это было очень интересно. Мы уже, ну, всё, почти час. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам. Спасибо слушателям вашим и зрителям, если нас будут смотреть. И до следующей встречи. До следующей встречи. Я нашим радиослушателям и зрителям напоминаю, что вы смотрели и слушали радио FM 106.5 «Бизнес-волна». В студии работала Ляна Хачатарян. У нас в гостях были врачи-психиатры Алексей Фролов и Павел Алфимов. Спасибо. Спасибо вам.